Всем привет! Сегодня мы приехали по работе в Никосию и заодно совершим небольшую прогулку. Никосия это столица Кипра. Счастье, я не знаю... Это не есть. Счастье, это не подождет только в нашей риме, но и в той же риме. Она говорит, что мне печально не нужно. Это как печально. Да. Вот эта стеночка, это очень старая стена, ей где-то то ли тысяча, то ли две тысячи лет. Раньше город был поменьше и весь он был обнесен этой стеной, это как крепость. В столице тоже есть красивые места, правда моря здесь нет, зато есть где погулять без моря. Такой старенький домик разрушенный. О, это кладбище. Да, похоже на кладбище. Сейчас спрошу, что это. Кладбище или какая-то усыпание. Давай прочитаем, если сможем. Ой, это вообще на каком-то языке непонятно, смотри, тысяча восемьсот восемьдесят восемь. У турков не такой язык. Вот здесь симметрия. Вот здесь симметрия, арабик. Это, наверное, на арабском языке было написано. Вот сюда будет видно. В общем, там какие-то штуки каменные такие. На надгробие похожи. Ну да, да, надгробие по-любому. Ну ладно, это вот надгробие. И там надгробие. Дарвин, где это бордер? Очень близко? Я не знаю. Не, 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 не. Старые, старые? Старые. Ну да, там же написано, что восемьсот какого-то года. Вот им, наверное, лет уже сто пятьдесят. А вот смотри, тысяча восемьсот семидесят и тысяча девятьсот двадцать седьмой. Вот, дата написана. Ну да, с крестом, интересно. На каком-то языке непонятно. Вот это и вон-то оч симметрия. Один от оч хим. Не знаю, говорит, что уже какой-то солдат смотрит на меня. Но я же не его снимаю, я же снимаю кладбище интересное. Мы сейчас идем на Северный Кипр. Сейчас мы идем к пропускному пункту, поэтому близко снимать не будем. Когда пройдем, тогда я включу камеру и буду показывать, что там внутри, на турецкой стороне. На греческой стороне контроль прошли. Сейчас будем проходить на турецкой стороне контроль. Где старый дом? Ага, да, вот это. Мы сейчас находимся между странами, как бы, в дьюти-фри. Это еще один старый домик. Мой муж услышал, что я говорю дьюти-фри, спросил, где дьюти-фри. Я ему объяснила, что мы же между странами находимся, поэтому дьюти-фри такое по-кибрски. За двором ухаживают. Там внутри, по-моему, там ничего, да? Это что-то поток на стекле. Не заметила. Вот тут лампочки, гляди какие. Гирлянды из лампочек. Смотри, как прикольно. Интересно, что там. Ой, там много лампочек. Ну прикольно. Там какой-то стилизованный ресторан или кафе. Дома я же сделала, ну да. Потому что, видишь, ухоженный. Да? Ну, который, вот этот. Ой, там люди какие-то. А вот еще заброшенный дом. Столько заброшенных домиков здесь. Вот жалко, они так на границе стоят тут. Да, тут подвальное помещение. Ну да, еще и открыто. Заброшенный, наверное, потому что... Да жалко, да, вот... Ну да, наверное. Ну да, да, точно, слушай, это как раз такого возраста, наверное. Жалко. Ой, какая лошадь. Ой, лошадь какая. Какая прикольная. Первый раз ее вижу. А, смотри, видишь, она вся из гвоздиков состоит. Ну, точнее, сбитая, да, гвоздиками. С гвоздиками, саморезами, что ли. Да, супер. You think I'll make one computer or something? I don't know. I want to make selfie with this horse. Вот, из horse or donkey? Заброшатка или это ослик? А, это ослик. У него хвостик такой, как у ослика. Видишь? Да, у ослики такие. Прикольный, прикольный. Давай селфи сделаем. Смотрите еще, какой лайфхак увидела. Элементы загородки обмотали трикотажем нарезанным. Интересно. Колеса велосипедные повесили. Вот это часть той старинной стены, которая там тянется на большом расстоянии. Кирпичики так уложены, интересно, один к одному прям. Алоэ у меня такого размера. Это алоэ? Да. Ну да, да, оно же вырастает огромное. Точно алоэ, смотри. Только оно тут немножко такое, даже немножко запущенное. Сильно запущенное, да? Алоэ и заросли. Заросли, дом смотри, какой старинный тоже. Тут знаешь, как, ну когда в фильмах вот это джуманджи, да, когда джунгли в городе выросли, прям такие городские джунгли, смотрите, там даже дом открыт. Туда заходить нельзя, потому что все под колючей проволокой. А сейчас мы подходим к турецкому пропускному пункту. Прошли мы контроль успешно. Все трое. Да, это тоже такой старенький. Красиво сделанный, смотри. С колоннами резными такими, фигурными. А это даже новый там. Там тоже старенькое здание. Интересно смотрится так. За старенькое здание и зарослипали. Пожалуй, пусть он не реставлируется. Вот еще кусочек стены за заборчиком. Деревья высокие там. Попарисы. Площадь небольшая, украшенная турецкими флажками, белыми и красными, а белые это кипрский турецкий, северного Кипра. Наверное, праздник какой-то отмечали, украсили. Вот стеночка поближе. А что там внутри? Паденка? Да там тоже что-то есть. Там раньше, смотри, там раньше был город тоже, такой же город, только поменьше. То есть там как бы разросся. Сейчас раньше он был вот такого размера, вот эта стена была обнесена. И здесь вокруг был ров. Вокруг этой стены. Ров и он был наполнен. Вот поэтому здесь возвышенность, а там низменность. То есть он был как бы водой наполнен. Вот это? Ну как бы да. А там был как бы, ну что-то была крепость, не стояные какие-то постройки там были, а город, город там был. Дарлин, what is inside, behind this wall? We can go to see what is there inside. What is here? Is this also part of the city? Yes. Ah. You've been there or not? Yes. You've been? So it's not interesting. It's house. Just house? Yes. You don't understand, if you see. Ah. Он говорит, что там просто дома и там просто часть города и ты когда туда попадешь, ты не поймешь, это внутри, снаружи, то есть точно так же. Зачем там нету нахтеть? Колючий пророк. Ой, пальмочки какие маленькие, симпатичные. Маленькие. You know that we can take bus and walk to Ucarina and we don't need the... Yes, yes. To pay the suit. You want? Yes. Today? А там кафешечка, наверное. Это похоже на будку с автобусными билетами, видишь? Вот, обюз. На французское слово похоже. Жалко, что они по-английски не пишут. Не пишут? Ну да, все по-турецки написано. А вот, видишь, этот вход, получается, вовнутрь. И там с греческой стороны тоже есть вход, только здесь еще пешком можно пройти, а там, по-моему, узко, только на машине нужно проехать. Ступенечки. Ступеньки, наверное, уже современные. Ну да. Ой, смотри, птички. Птички, глянь. Сколько птичек тут? Интересно. Это мы смотрим меню в ресторанчике. Это музей какой-то турецкий. По-моему, на кипрской стороне, на греческой, чуть-чуть как-то так... Чуть-чуть... По-опрятнее. По-опрятнее, да. Гораздо по-опрятнее, точно. Может, здесь, где туристы идти? Кораблик. Здесь чище? Нет, там чище. Ну, там и чище, и... да, и как-то... Реставрировано, что ли, чуть получше. А здесь вот камеру установили, да? А здание подправить... Не хватило денег. На сколько он может уделить, где деньги? На 6, что ли, он сказал. 6 евро, 6 турецких лир? 6 евро. 6 евро, 6 турецких лир. Говорит, что у них кризисы, и у них упал курс. Но в магазинах говорит, что... Да. В магазинах могут... Свою пользу... Понимаешь? Посчитать. Если им платишь еврами, то они тебе по невыгодному курсу посчитают. Что это за здание? Не знаю. Вот здесь билдинг. Да, откуда мы знаем, даже он не знает, потому что... Это уже турецкое. Да, здесь это старый стайл. Вот такой вот, видишь, старый актив, который был построен еще до того, как война наступила. Деренебайсикл. Деренебайсикл? О, аренда велика. Селекторы? Это все по-турецки. Уси самсин инглиш? Здесь все по-турецки, даже ни капли по-английски ничего не написано. Что почем? Венитанская колонна. Может, у них там, где они живут? Наверное. Смотрите, вот тоже старые постройки красивые. Я могу вам купить здесь, как они? Казино Василиус? Он спрашивает, ты хочешь в казино зайти? Да. Хочу. Не ожидала такого ответа. Я не знаю, что у тебя мой мозг. Я не знаю, что у тебя мой мозг. Не знала. Не знала, не знала. У меня тебя круто. Это уже не тайна, а я сейчас все узнаю. Сайпрус, что-то там. 1571 года. Магазинчик с тканями. Такие магазины тут я люблю. Какой-то такой вот платок, что я управляла. Какой платок у тебя был? Да, ну похожий. Классно. Смотри, телефон старинный. Классно был. Нет, она сеть продавала. Это они. Старинные вещи, наверное, тут собрали. О, видишь. Палстук и еще ткани. Где-то была. Ну да, красиво. Монюрой. А, Иван Севен. Да, есть. Смотри, даже в 7,5 раз даже... Все, армилюнер съедет. Говорят, что мы здесь миллионеры. Точно. Смотри, есть скидки вам. Боже, мы сгрузки. Мы хотим подчерить. 100 евро? Закрыто. Закрыто? Нет, здесь написано открыто. Опен. Да. Нет, закрыто. А, точно. А что они пишут неправильно? Тоже закрыто. На штанишке. Может, на турецкой стороне... Опен это означает закрыто? Ага. Ну смотри, уже во второй подряд мы заходим. Это мы пришли к базарчику. Здесь мечеть рядом. Какие красивые сумочки подают. Красивые сумочки. Красивые. Только, по-моему, тут нельзя ничего такого проносить, что написано на шанели и другие вещи. Ну, это что? Ну, вот за подделки. Если я с ней шла. Ну, сюда. Если я сюда сложу свои манели... Они же, наверное, могут отличить? Я не знаю. А что там отличается? Я знаю, что кого-то арестовали из знакомых. Ну, наши. Решили поменять доллары на турецкие лиры. Ищем банк. Какая-то случается. Какая-то случается. Какая-то случается. Может быть электроника. Ну, то есть они берут номер и они берут номер. Они берут номер. Окей, но мы можем ждать полдень. Окей, я не знаю. Да нет, надо взять номер электронный, чтобы... Просто поменять деньги. Мобилы, а сейчас сам боди хал, сейчас то ченч майни. Потому что он не знает, как его банк... Да. Я не знаю, что есть три, но где номер? Супер. Все, банки здесь только для турков. Для иностранцев тут никакого сервиса. Все, уже два банка мы посетили. Не получилось у нас поменять. Там электронная очередь, нужно брать номерок. Нужно еще неизвестно сколько ждать, просто чтобы деньги поменять. Поэтому ищем просто какой-нибудь обычный обменный пункт хотя бы, где иностранцев примут. Кстати, там все еще на турецком написано. В том автомате, в котором нужно брать номерок. Вообще ничего не понятно. Попытались нам гад там что-то нажать. Ничего у нас не получилось. Окей, мы будем попробовать там? Сейчас совершим еще одну попытку поменять деньги в банке. Посмотрим. Этот банк тоже закрыт. До этого мы еще один видели закрытый. Что-то тут не очень хорошо дела обстоят у банков. Магазинов зато очень много. Я рассказываю, жалуюсь, как мы в банке ходили. Так что, может, все-таки тут поменять? Ну, тут открыто. А тут открыто, да. Вот. Это прикольный мороженец, как по-моему, шоу делает, когда мороженое продает. Возьми деньги. Дай его. Есть. А вы куда идете? Вы еще обратно? Мы обратно. Есть. Не знаю. Она, вы продаете? Нет. Куда мы идем обратно? Или туда? Она сказала, что-то вы продаете. Куда идете? Потом. Вы куда идете? Похоже на кого-то, кто продает что-то. Может быть, эта женщина была из какой-то туристической группы, и она посчитала, что мы из ее группы. Вот, смотрите, какое еще красивое здание. О! Мы уже вышли из Басарчика, но здесь в некоторых местах продают сувенирчики, украшения местные. Видимо, ручной работы кое-что. Это что, такие магнитики, да? А, нет, это подставочки под чашки. Да, подставочки. Красивые. Как и шляпки. Шляпки. О чем шляпки? По одному евро? А, но фото в шляпе. А что, кто-то делает фото в шляпе? Наверное. Интересно. Сувенирчики какие. Ну, какие. Кошелочки турецкие. Мечеть. Какая здоровая. Вот оттуда мы идем и направляемся куда-то туда. Наска. Вы не можете отправиться на улицу? Мы не можем отправиться на улице. Почему мы не можем отправиться на улице? Окей. То есть, мы едем на улице? Да, но мы едем на улице. а смотри тут такие маленькие это что выглядит наш пансионат такой с дверцами каждая комнатка отдельно очень тесно вот как-то у греков принято больше оглашать цены видишь и выбираешь такой тонн и отделывают красиво ремонтируют красиво как заплел плющик верно видишь это видимо достать замечательности расписаны а это что-то мы уже зашли в такую подворотню пытаемся выйти отсюда тут уже получше дворики и домики и мечеть с другой стороны что это хандикрафт центр это как центр ручной работы что такое ну да здесь заказывали стулья быть вычезти здесь в греческом стиле и заси грех сталюсис за их волосу за из пикчер лаке мазах видишь там даже смотри вот эти картины сейчас я подожди увеличу это как у нас у мамы все крови из яиц шелкопряда сделано идут на ходе кактус цветущий смотри какая прелесть обалдеть вот это красиво и водка и смотри кафешечка и так зонтиков наворотили и там прикольная тоже глянь а тут заброшенная тут симпатичная улочка да тут заброшенная совсем много здесь таких ну как это так причем работала видно раньше смотри какие колонны красивые смотри какие надо сфотографировать смотри какая красота ну как бы да только в обратную сторону но по другой стороне тут мы не были он говорит что на той стороне где мы были там красивее вот как сразу мы зашли здесь не так красиво но зато мы тут не были я говорю давай по этой пойдем вот видишь эту стеночку я тоже заснимала это мебельщик это же мы вышли опять по моему там уже проходили мне кажется да что-то знакомое или с обратной стороны мы тут были ну пойдем пройдем вернулись мы обратно к рынку да такие вот вазочки сувенирные прикольные ой смотри какое здание разрушено вот в этоме в Лахманчу и в Лахманчу и в Лахманчу его было вкусно? да, это не было с вами это было с вами от первой раз я нашел когда мы были в 검ка аааааааа, да, я помню когда мы были в съемке в Варьболе да, я помню но это было некоторые работы но это было хорошо и в следующем году сейчас с меньше имел да, наверное да, что я помню да, я помню да, что цен нету в них, у них в футовках А на Кипре, на кипрской стороне, там такой закон, что должны быть цены. Если ты пишешь меню, то цены должны быть. Ну, правильно. Я вот на рынок прихожу, эти цены, я даже покупать не стану. Я спрашивать не стану, мне это не нравится. Ну, да, иногда такое поведение продавцов, когда... Ты же видишь, мы зашли в этот магазин смехом, а он говорит, если вы, как он сказал, если вы потрогали, то вы должны купить, говорит он мне. А, вообще. Ну, я так улыбнулась, говорю, да, я знаю. Я помню, потому что я хочу, во-первых, во-вторых, цена. Да, да. Красиво. Да, красиво. Вернулись с другой стороной. Пусть будем, пересупили. Идем обратно. Немного да? Потому что здесь дальше от центрального входа, а здесь цены лучше. Пусть купит пить. Пить купим сейчас. Вот смотри, тут тоже на балкончике цветы. Вот, вот фисы. Вот смотри, какой вход. Сделан квадратная арка такая, из растений. Мы решили вернуться в ресторанчик с попугаями. Здесь даже цены есть, как на кибрской стороне. Ну, мы что-то меняли, сказать, когда сидит. Вот этот ресторанчик мы выбрали. Сейчас будем смотреть меню. Очень хорошие цены здесь. Только мы не похожи, как на кибрской. Нужно поделить на 7, тогда получим евро. Смотрите, какой я заказала себе омлет. Вот такой турецкий. Интересный очень с сыром. Там что-то помидоры. Такой салатик мне принесли. Это мой? Так, ты должен ехать с рукой? Да. Я ехать только с форкой. Окей. Вот такой хлебушек. Лепешка такая турецкая. Можно я еще добавить? Да. Показали дополнительную вилку, потому что мы же дали вот этот бутерброд, сэндвич. Как это называется? Как это называется? На меню, это как-то салатик. Как это называется? Как это называется? Не знаю, это как-то салатик. В общем, это какой-то турецкий гирос, как он уж говорит. И придачу к манюраму. Вот такие соленые перчики. Бон аппетит! Ну, хороший, большой. А я хочу попробовать вот эту штучку. Что я заказала себе вот такой айран? Красиво. Как это? Заказала второй айран, не выдержала. Видите, он у них тоже такой именной. Вы представляете? В моем овлете оказалась колбаса, мне пришлось отдать его мужу. А сама я кушала жареную картошку с салатиком и кушала турецкие лепешки. Лепешки вкусные. Да, лепешки были вкусные. Заказывала три раза айран. Редактор субтитров А.Семкин, да? Субтитры сделал DimaTorzok